Чем должно снабдевать душу? Преподобный Варсонофий говорит, «Если хочешь устроить дом души своей, то прежде приготовь вещество и все потребное, чтобы художнику оставалось прийти и устроить. Потребное для такого здания суть твердая вера для устроения стен. Деревянные оконщины, вводящие свет солнечный, который бы освещал дом, чтобы не было в нем немалейшей темноты. Оконца деревянные, суть пять чувств. Честным крестом Христовым утвержденные, вводящие свет мысленного солнца правды и не позволяющие оставаться в дому твоем немалейшей темноте врага и доброненавистника твоего. Потом потребуется покров, чтобы днем солнце не поразило тебя, ни луна ночью. Псалом 120 стих 6. Покров скрепляется любовью к Богу, которая бы, покрывая дом, никогда не падала и не позволяла заходить в солнцу во гневе твоем, дабы не увидеть его обличающим тебя в день судны и жгущим в огне гиенском, и луну, свидетельствующую о ночном нашем унынии и ленности. Наконец требуется дверь, входящая в дом и хранящая живущего в нем. Разумей мысленную дверь, Сына Божия, Который говорил, «Азм есть дверь». Если так устроишь дом души своей, и в нем не будет ничего неприличного и неугодного Богу, то он придет с благословенным Отцом и Духом Святым, и обитель у тебя сотворит, и научит тебя, что такое мир души, просветив сердце твое радостью неизлаганной. Душу снабодевать надобно Словом Божьим, ибо Слово Божье, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души, алчущие Бога. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыре. От всего бывает просвещение в разуме, которое оттого изменяется изменением божественным. Надо бы так себя учить, чтобы ум как бы плакал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно устроять свою жизнь. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединение и прочитать всю Библию разумно. Заодно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставляет человека своей милостью, но исполняет его даро разумления. Когда же человек снабдит душу свою Словом Божьим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Чтение Слова Божия должно быть производимо в уединении для того, чтобы весь ум читающего углублен был в истины Священного Писания и принимал от Бога в себя теплоту, которая в уединении производит слезы. От сих человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услождающих ум и сердце, паче всякого слова. Телесный труд и поучение в Божественных Писаниях, учит преподобный Исаак Сирин, охраняет чистоту, труд же подкрепляет надежда и страх. Надежду же и страх утверждает в уме удаление от людей и непрестанная молитва. Человек, пока не примет утешителя, потребны ему Божественные Писания для того, чтобы пометование доброго напечатлелось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкости греховных путей, потому что не приобрел он еще силы духа, который удаляет заблуждение, похищающее душеполезные пометования и приближающее его к хладности через рассеяние ума. Но когда сила духа не зайдет в действующую в человеке душевную силу, тогда вместо закона Писания укореняется в сердце заповеди духа, и тогда он втайне бывает наставляем духом и не имеет нужды в пособие вещества чувственного. Ибо пока сердце учится от вещества, непосредственно за учением следует заблуждение и забвение, а когда учение преподается духом, тогда пометование сохраняется невредимым. Следует также сномливать душу и познаниями о церкви, как она от начала и доселе сохраняется, что терпела она в то или другое время, знать же сие не для того, чтобы желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться в опрошении, также для убеждения и утешения своего духа. Более же всего делать это нужно собственно для себя, чтобы приобрести мир душевный по учению псаломника, велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Псалом 118, стих 165. О мире душевном. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит «Мы вошли в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу». 65-й псалом, стих 12. Путь тех, кто хочет угодить Богу, лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневицы? Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание, и сколько, возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Ничто же лучше есть во Христе мира, в нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против меры правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стих 12. Призрак духовной жизни, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Тогда благодать Божия приосеняет его, и он бывает сперва в мирном устроении, а посредством всего и в примирном. В мирном, то есть с совестью благою. В примирном же, когда ум созерцает в себе благость Святого Духа, по слову Божию, в мире место его. Псалом 75, стих 3. Можно ли, видя солнце, чувственными очами не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды Христа? Тогда воистину радуется он радостью ангельской. О сем-то и апостол сказал, «Наше же жительство на небесах». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 3, стих 20. Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицу и черпает духовные дары. Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеняемой благодатью Божию, жили долго. Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на прочих издавать свет просвещения разума. Прежде же сего человеку надобно повторять сии слова пророчицы. Дерзкие слова, да не исходят из уст ваших. Первая книга царств, глава 2, стих 3. И слова Господни. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим перед смертью Своей. Глаголя. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. О нем также говорит и апостол Павел. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стих 7. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Послание апостола Павла к евреям, глава 12, стих 14. Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредотачивать к тому, чтобы получить мир Божий и с Церковью всегда выпиять «Господи, Ты даруешь нам мир». О сохранении мира душевного. Всеми мерами надо стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердца соблюдать от непристойных движений. И потому оскорбление от других должно переносить равнодушно и приучаться к такому расположению, как бы их оскорбления нас не касались. Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оно обителью для самого Бога. Образ такого незлобия мы видим в житии святителя Григория Чудотворца, от которого некая блудница всенародно требовала мзды за якобы соделанный с нею грех. А он, немало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему своему другу, «Дашь скоро ей цену, коли ка требует». Женщина, как только приняла несправедливую мзду, подверглась нападению беса. Святитель же изгнал из нее беса молитвую. Ежели невозможно не возмутиться, то, по крайней мере, надо бы стараться удерживать язык. По псаломнику. «Я потрясен и не могу говорить». Псалом 76 стих 5 Всем случаям можем в образец себе взять святого Спиридона Тремифунского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление. Когда по требованию царя греческого входил он во дворец, то некто из луг в палате царской бывших, сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал его в палату, а потом ударил в ланиту. Святой Спиридон, будучи незлоблив, по слову Господню обратил ему и другую щеку. Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким образом. Ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, нехотя сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал ему, не скорби, брат, а щебо не восхоте, приди к нам пища, то мы пойдем к ней. И пошел. Сел при сокрушенном сосуде и, собираясь с ней, вкушал ее. Так он был безгневен. А каким образом побеждать гнев, сие можно видеть из жития Паисия Великого, который просил Господа Иисуса Христа, явившегося ему, дабы он освободил его от гнева. И Спаситель сказал ему, если гнев и ярость победить хочешь, ничего не возжелай, никого не возненавить и никого не обить. Дабы сохранить мир душевный, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный, по слову Сираха, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 30, стих 25. Когда человек имеет большой недостаток в потребных для тела вещах, то трудно победить уныние, но сие, конечно, к слабым душам относить должно. Для сохранения мира душевная также всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественные откровения. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать худых вестей и быть ко всему мертвым. К сохранению душевного мира надо часто входить в себя и спрашивать «Где я?». При всем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили для внутреннего человека, а не развлекали душу чувственными предметами. Ибо благодатные дарования получают токмот те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода.